Рыбак рыбака видит, как известно, издалека. И это тем более удивительно, что категорию рыбаков составляют люди порой совершенно разные. Разные не только по таким общим признакам, как возраст или, скажем, место жительства, но и по самому своему глубинному, не всегда даже и осознаваемому отношению к рыбалке. Одни готовы часами сидеть и смотреть на поплавок, а кто-то наоборот предпочитает более активные методы, целенаправленный поиск, в котором оттачивается не только мастерство владения снастью, но и знание водоема и рыбы. Доночники располагаются основательно, никуда весь день не двигаются и стараются не найти рыбу, а вынудить ее саму искать крючок с приманкой. Вообще, доночники – это среди рыболовов совершенно особенная каста. Их идеал – чистое созерцание. Главный культовый объект – колокольчик. И правда, смотреть на него можно бесконечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, чего только не встретишь на рыбалке. Рыбалка даже может быть своего рода способом исполнения сыновнего долга, что, конечно, не может не вызывать у нас самого глубокого уважения. И все-таки, какими бы на первый взгляд разными они не казались, эти рыболовы, спроси их, что такое, по-вашему, идеальная рыбалка, все они, я уверен, ответили бы примерно одинаково. Идеальная рыбалка – это когда вокруг нетронутая природа, когда не дымят за спиной заводские трубы, не валяются по берегам рваные полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки, когда воды чисты и прозрачны, и ловится в них не всем известный карась или, скажем, платва, а рыба необычная и во всех отношениях замечательная. И, слава Богу, есть еще места, где этот идеал вполне осуществим. И есть люди, которые ради этого готовы тащиться за три-девять земель и преодолевать многочисленные тяготы и лишения походной жизни. Сегодня мы расскажем вам об одном таком путешествии. У нас есть такая возможность, благодаря тому, что герои нашего рассказа, у которых за плечами не одна сотня километров пройденных вместе водных дорог, на этот раз не просто прошли свой маршрут, но еще и сняли все это на видеопленку. Принес нам эти видеоматериалы один из участников похода, наш старинный товарищ, опытный и очень обстоятельный рыболов Сергей Лопатин. Вот как раз он сейчас на экране. Итак, вместе с нашими путешественниками мы отправимся на Кольский полуостров. Из года в год, из поколения в поколение, стремятся сюда с разных концов нашей страны городские жители, вооружившись надувными и другими плавсредствами и, конечно же, рыболовными снастями. Потому что живут в реках и озерах польского рыбы, достойной самой заветной рыбацкой мечты. Окончена первая железнодорожная часть пути. Низкое северное небо. Ветерок приносит откуда-то с ближних болот запах багульника. И так хочется скорее оказаться, наконец, у воды, подальше от городов и железных дорог. Но остается еще последний рывок. Теперь уже автотранспортом. И можно только порадоваться тому, что рыночные отношения проникли в сектор частного извоза и сюда, на Кольский. Теперь уже нет необходимости тратить драгоценные часы на ожидание рейсового автобуса или поиски попутки. Местных частников грузом не испугаешь. Непонятно как, но в конце концов все тюки, рюкзаки, байдарки и сами путешественники размещаются в двух видавших виды «Жигуля». И еще немного терпения, вот и желанный берег. Сборка байдарок и упаковка походного скарба – дело ответственное и спешки не допускают. Любая небрежность, любой недосмотр на этом этапе может потом обернуться ненужной тратой времени, а то и более серьезными неприятностями. Но вода – вот она, рядом. А значит, путешествие началось. Каждый занят своим делом. Вот, кстати, и главный оператор похода Сергей Гроховский собирает каркас своей байдарки. Благодаря ему и его дочери Анне, которая вместе с папой занималась съемками, мы и имеем теперь возможность заглянуть в самые заветные, труднодоступные места центральной части Кольского полуострова. Крупные озера Кольского, такие как Ловозеро, с которого, собственно, и начинается наше путешествие, являются древнейшими геологическими образованиями. Они возникли в местах тектонических разломов кристаллического щита, который составляет как бы тело полуострова, имеет глубокую котловину и сложную береговую линию. Первый трофей – щука. Давайте же обратимся теперь к нашему эфтеологу и послушаем, чем отличается щука Кольского полуострова от знакомой всем нам щуке более южных широт. На территории нашей страны обитает два вида щук. Один вид живет в бассейне Амура и в некоторых речках, впадающих непосредственно в Охотское море, а также в озере Ханка. Этот вид называется Амурская щука. Кроме него, гораздо более широкое распространение имеет второй вид – это щука обыкновенная или северная щука, как ее еще называют. Вот, собственно, северная щука, обыкновенная щука, и ловится на Кольском полуострове. И хотя она и называется обыкновенной, и, в общем, в целом, очень сходна по своему поведению с щукой, привычной рыболовом умеренных широт, тем не менее на севере имеется некоторая своя специфика, если говорить о ловле этой рыбы. В частности, нужно иметь в виду, что во многих водоемах на севере вода гораздо более прозрачна, чем в водоемах умеренных широт. Поэтому к внешнему виду приманки, к ее движению, форме и раскраске прилагаются здесь повышенные, можно сказать, требования. Потому что видна она с гораздо большего расстояния и в больших деталях. Но, может быть, более серьезной особенностью северной щуки является то, что часто ее кормом становится рыба, которых нет в умеренных широтах. И в связи с этим поведение может сильно измениться совершенно непривычным для рыболов умеренных широт образом. Могу сослаться на собственный пример. Мне приходилось ловить щуку на одном из притоков Аби в конце лета, в то время, когда там проходила массовая миграция мелкой севовой рыбки Тугуна. И вот на это время щука совершенно оставила свою привычную пищу, а там это было в основном молоть-язя. Сместилась из привычных своих мест обитаний в прибрежье возле заросли растительности и ушла на открытую струю и держалась даже на течении. И охотилась не методом охоты из засады, что для нее характерно, а превратилась в настоящего хищника-угонщика. И в этих условиях не только новые места для ловли нужно было найти, но и поменять приманку. Потому что если она обычно ловилась хорошо на медные колебалки, то здесь она абсолютно их игнорировала и приходилось искать светлые белые блесны. Может быть, потому что они лучше имитировали светлоокрашенного серебрисового тугуна. За какую рыбу приняла эта щука светлую небольшую вертушку, остается только гадать. Но не щуки являются целью наших рыболовов. Забегая вперед, скажу, что влекут их рыбы совсем другого свойства. Приятное плавание по спокойным водам озера заканчивается. Дальнейший наш путь лежит вверх по одной из небольших впадающих в озеро речек. Вверх, поясню, это значит против течения. Плаванием такой способ передвижения уже не назовешь. Дорога предстоит тяжелая, поэтому вполне позволительно и немного передохнуть, и собраться силами. Чем хороши такие короткие остановки? Каждый может заняться тем, что ему сейчас больше всего по душе. Наверное, очень многие в понятие идеальной рыбалки включат, наряду со всем прочим, еще и идеальную снасть. Но тут, как видим, мнения, возможно, разные. Может быть, здесь, на Кольском, спиннинг, сделанный прямо на месте из подручных материалов, тоже имеет свою эстетику? И надо только ее рассмотреть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова вверх. Используя силу течения, точно так же, как это делается при ловле на известную рыболовную снасть под названием кораблик, путешественники шаг за шагом, камень за камнем продвигаются к заветным местам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каменистые шиверы и перекаты сменяются более или менее спокойными плесами. Сколько-то можно и проплыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но плесы кончаются, и снова приходится впрягаться в бичеву, брести, оскальзываясь на камнях, проталкивать лодки в узкие сливы. В отличие от крупных озер, большинство небольших речек Кольского возникли в результате таяния льдов во время последнего ледникового периода. У них неглубокие долины в русле множества разнокалиберных валунов, зримых следов прошедшего здесь когда-то ледника. Как пишут в туристских справочниках, реки эти малопригодны для водных путешествий. И это, конечно, верно, но только когда речь не идет о путешественниках-рыболовах. Питаются эти реки главным образом талыми снеговыми водами. Летом уровень воды зависит от обилия дождей, и жарким летом русло в Верховьях бывает совершенно высыхает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот закончилась первая часть водного путешествия. И наших героев ждут новые трудности. Но теперь уже не на воде, а на суше. Им предстоит снова разобрать свои лодки и тащить их на себе через водораздел в Верховье другой речки. Зачем же все эти мучения, возникнет у кого-то из зрителей вопрос? Таков маршрут, так, наверное, ответили бы туристы. Но у рыболовов есть и своя особая причина лезть вверх на перевал с тяжеленными рюкзаками на плечах. И пора уже об этой причине поведать. Дело в том, что за перевалом начинается речка, в которой водится рыба, ради которой и предприняты все эти героические усилия. Принадлежит она к благородному семейству лососевых и называется ручьевой форелью. Но впереди еще долгий путь, и о встрече с этой рыбой пока можно только мечтать. Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, наконец, водораздел перевалили. Волок пройден. Можно снова собрать байдарки и предоставить уже реке тащить и их, и вещи, а где удастся и самих путешественников. Удается это, правда, далеко не везде. Но все равно вниз это не вверх. А главное, что придает сил, это надежда, что, забросив приманку, удастся поймать не только щуку, но и вожделенную форель. Ну, кому повезет первому? Неужели благородную форель можно поймать на такую, скажем так, непритязательную снасть? Анна Гороховская, оказывается, умеет управляться не только с видеокамерой, но и с байдаркой. И вот он, момент истины. Стоит ли эта рыба всех перенесенных ради нее трудность? Думаю, стоит. А с помощью Алексея Альбертовича давайте разберемся, что же это за рыба, форель, и какое она имеет отношение к другим благородным лососям Кольского. Вообще, на Кольском полуострове рыболов может столкнуться с двумя видами лососей. Это, собственно, кунжа, и второй вид – это семга. И поскольку семга является гораздо более ценной рыбой в рыбохозяйственном отношении, и на нее устанавливаются более строгие регламенты по нормам отлова, по лицензированию и так далее, то рыболову для того, чтобы не нарушать законы и быть правильным рыболовом, нужно заранее, прежде чем ехать на Кольский, выяснить, каким образом отличить кунжу от семги. Существует достаточно много признаков, различающих эти виды, но удобно руководствоваться характером окраски. В частности, у кунжи характерные черные пятнышки, которые покрывают тело, опускаются вдоль боков ниже боковой линии, а у семги ниже боковой линии пятнышек не бывает. Второй признак – это то, что у кунжи на жаберной крышке таких пятнышек достаточно много. У семги их редко бывает больше пяти штук. На взгляд это сразу различие бросается в глаза. Ну и еще один такой признак, вполне практический, связан он с тем, что семгу можно взять за хвостовой степель и удержать в руке, при этом крайние лучи хвостового плавника образуют такие плечики, которые позволяют, собственно, ее держать в кулаке. С кунжей такой прием не получается. У нее хвост складывается, и она выскальзывает из рук. Вообще, кунжи – это проходная рыба, которая уходит на ногу в море и возвращается в реки для нереста. Отличается она от семги тем, что не уходит на нагульные миграции далеко от побережья. И часто и зимует где-то в предустевых или даже устьевых частях рек. Но помимо вот такой проходной формы, кунжи образуют и живые формы, которые живут либо в реках и ручьях – это то, что всегда принято называть форелью. А также живут в озере, а на нерест поднимаются в притоке этого озера, но также не выходят в соленые воды. Итак, добыча наших путешественников относится к виду, называемому кунжей, и представляет собой одну из чисто пресноводных форм этого вида – ручьевую форель. Форель не принадлежит к числу крупных рыб, так что экземпляры, пойманные нашими рыболовами, вполне можно считать достойными трофеями. В числе трофеев оказались не только форели. Труды наших героев были вознаграждены и другой, пожалуй, не менее удивительной рыбой – это хариус. Известно, что крупные хариусы – рыбоядные хищники. Но все равно странно видеть эту осторожную рыбу, соблазнившуюся огромной самодельной колебалкой. Хариусы и форели довольно близки по образу жизни и характеру питания, поэтому в водоемах, где они живут совместно, им приходится держаться разных мест обитания. Форели при этом предпочитают более спокойные и глубокие места на плесах или в небольших амутах. А хариусы чаще встречаются у перекатов, там, где есть сильные струи течения. Редактор субтитров А.Семкин Такого крупного хариуса даже многоопытная Керри, видимо, встречает впервые. В наших передачах мы уже рассказывали о ловле хариуса и об этой рыбе, но в тех сюжетах речь шла о сибирском хариусе. А вот сейчас мы могли увидеть европейского хариуса. Как-то привычно думать, что все самое большое находится в Сибири, но вот с хариусом эта закономерность не выполняется. И, по-видимому, именно европейский хариус является самым крупным видом из всех видов хариусов. По крайней мере, известен случай поимки европейского хариуса весом в 4,5 килограмма. В это трудно, может быть, поверить, но этот факт зафиксирован в их теологической литературе. Что касается места обитания хариуса и наиболее перспективных мест его ловли, то, по моему опыту, таковыми являются места впадения протоки в озеро. Или, наоборот, вытекания из озера быстрого потока. На этих переломных участках хариус любит держаться. Нужно иметь в виду, что хариус, в отличие от многих других пресноводных рыб, является рыботерриториальной. То есть, группа хариусов, которые держатся в этом месте, она распределена по своему охотничьим участкам. Они держатся где-то за укрытиями, рядом со струей. И самая выгодная с точки зрения охоты участок, занимается самым большим хариусом. Что касается питания хариуса, то оно достаточно разнообразно. Крупные рыбы являются активными хищниками и кормятся молотью и небольшими рыбами. Но, кроме того, в их рационе большую роль играют донные различные животные беспозвоночные и воздушные насекомые, которых хариус успешно ловит с поверхности. Иногда встречаются такие странные ситуации. И вот на одной из речек Кольского полуострова был пойман хариус, у которого в желудке обнаружилось больше 50 небольших мягкотелых пиявок. В нашей истории хариус хорошо ловился и на небольшие вертушки, и даже, как мы видели, на огромные колебалки. А вот этот взял, что уже совсем непривычно, на бледно-зеленый твистер. Может быть, это как раз такой любитель пиявок, о котором упоминал Алексей? Очень хочется надеяться, что, посмотрев эту передачу, те из вас, кто бывал на Кольском, с удовольствием вспомнили свои поездки, а остальные захотели там побывать. Но главное, чего нам хочется, это чтобы и те, и другие относились к Кольскому бережно и с любовью. Субтитры сделал DimaTorzok